Более тысячи врачей и такого же количества среднего медперсонала не хватает сегодня Приморскому здравоохранению. То есть почти 30% кадрового состава больницы-поликлиник. О выходе из этого непростого положения говорили в студию «Радио Лемма». В гостях у журналиста Андрея Калачинского, главный врач Владивостокской детской поликлиники номер 5 Александра Горшкова и начальник отдела организации медпомощи взрослому населению Департамента здравоохранения Ольга Механцева. Находкинская городская больница. 126 врачей не хватает, потому что им свежие данные. Уссурийская центральная городская больница, 60 врачей. И даже в городе Владивостоке станция скорой медицинской помощи 94 врача. Не секрет, что после окончания медицинских вузов выпускники зачастую идут работать не в государственные медицинские учреждения, а в частные клиники, а также фармацевтический и косметологический бизнес. И такая ситуация не только в Приморье. К сожалению, да, мы подошли к той черте, когда даже при неплохой окомплектованности, я не зря сказала про средний возраст врача. 54 года? 54-57 лет, это средняя цифра по краю. То есть мы можем, если не предпринять сейчас таких беспрецедентных мер, быстрых, решительных, важных, то мы, можно сказать, уже завтра можем прийти в пустую поликлинику. Заработная плата молодого специалиста-врача сегодня может доходить даже до 60 тысяч рублей. Но для этого придется совмещать сразу несколько ставок. Как говорится, на ставку есть нечего, на две – некогда. Чтобы изменить ситуацию, уже предложено даже тем указом президента майского номер 204, где расписано очень подробно все стратегическое назначение здравоохранения и что нужно сделать. И в соответствии с этим указом разработаны национальные проекты. Сначала они были федеральные разработаны, спущены нам, на основании которых мы разработали свои национальные проекты. И я считаю, что основной национальный проект – это развитие кадрового потенциала. Уже сегодня в крае вырабатывают законодательные инициативы для улучшения ситуации в здравоохранении. По поручению главы региона Олега Кожемяка, в течение ближайших трех лет произойдет укрепление материально-технической базы детских поликлиник. Здесь заменят все аналоговое оборудование на цифровое. Кроме того, по социальной программе молодых специалистов планируется обеспечить жильем. Сейчас обсуждают варианты. Будет ли это компенсация аренды, льготная ипотека или обеспечение служебными квартирами. Человек должен для себя понять, он будет жить на этой территории, либо его работа здесь временная, и он в перспективе уедет куда-то. Зачем ему тогда приобретать здесь жилье в ипотеку? Пусть он живет в съемном жилье, пусть он живет в служебном жилье. Также у молодых врачей должна быть достойная заработная плата без совмещения ставок. Только тогда в крае станет больше узких специалистов. До конца 2019 года, уверяют специалисты здравоохранения, в Приморье не останется населенных пунктов без ФАПов, расположенных в пешей доступности и оснащенных всем необходимым для оказания первичной и экстренной медико-санитарной помощи. Кроме того, организуют передвижные медицинские комплексы для сел, где проживает менее сотни человек. Особым достижением считают медики. Значительное снижение показателей детской смертности в крае за последние четыре года, которые стали возможны после тщательного ведения беременных женщин с патологией, выхаживания маловестных деток и охвата детей первичной медпомощью. Светлана Садова, Сергей Тулатиев, Новости на Восьмом.